Бесконечное лето, и в предыдущей серии мы слились на том, как мы всё-таки закончили две концовки Семёна. Да, это была прикольная концовка, мне реально понравилось. Конечно, всё-таки с хорошей концовкой я так маленько и не понял, типа ему прочистили память и всё. Что ж, а в этой серии мы с вами будем делать плохую концовку Слави, и если останется время, то хорошая концовка тоже будет. Что ж, и сейчас я вам, в принципе, расскажу как раз про формат всего этого, ну, всего этого, не знаю, действия, как мы будем изучать каждую концовку, играть в неё, и, в принципе, так далее. Ну что ж, ребят, надеюсь, вам это понравится, по крайней мере, мне это точно нравится. Мне это точно не надоест. Ну что ж, давайте переходить к концу... Что ж, теперь мы можем проматывать каждый выбор, который у нас был. Ну вот, единственное, там, всякие остальные выборы мы не сможем проматывать, но большинство я уже смогу проматывать, и могу быстрее уже сделать эту концовку. Что ж, тут нам надо ответить, что мы пойдём с тобой. Это как раз когда нас всё-таки зовёт таинственная девочка куда-то, ну, скорее всего, лагерь Савёнок. Так что ж, дальше... И когда мы уже, вот, добрались, и когда нас Славя уже спрашивает, мы должны ей ответить, как мы, в принципе, сделали в нашем прохождении. Момент с Двачевской нас не интересует, так как он не влияет на концовку, так что мы можем тут сделать всё что угодно. И так же это не влияет на выбор концовки Слави, попытаться ли отнять котлету или не пытаться отнять котлету у Ульяны. И на этом моменте нам важно не трогать ключи, а так как мы сделали это, сделали другой выбор. Мы взяли ключи в нашем прохождении, так что, скорее всего, это послужило даже не концовкой. Хотя даже, в принципе, не да, но мы не трогаем ключи. Хотя, с другой стороны, зачем они мне? Ну и, в принципе, всё. Итак, мы с Леной, но, в принципе, выбор тут не зависит ни от чего, так что мы просто похвалим к нему. В обходном листе, ну, ничего особо не поменялось, тут, в принципе, без разницы. Все одинаковые концовки будут, так что они ни на что не влияют. Важный выбор, который мы сделали в нашем прохождении, это, когда нас просят сходить за картами, и нам нужно пойти за картами со Славей. Спорится ли сей или не спорится ли сей, это всё тоже на наш выбор. Итак, в турнире карточном мы должны сразу же проиграть Лене, чтобы у нас всё-таки какая-нибудь там концовка со Славей была. И после проигрыша Лене, я как раз-таки тут сильно ничего не делал, но я не помню, честно, что я тут выбирал, но важный выбор для концовки именно Слави, нужно пойти на стоянку. События прошедшего дня всё ещё ярко-мирикально у меня в голове, чёртов никому не нужный обходной, глупый турнир. Естественно, не хотелось ничего делать, ни с кем разговаривать, и даже разбираться в своей непростой ситуации не было никакого желания. Я вышел на площади, уселся на лавочку и уставился на памятник Генди. Не знаю, сколько я так сидел, но из раздумия меня вывело назойливое стрекотание спирчков. Я встал и бездумно направился, куда глаза глядят. Автобусная остановка. По какому-то непонятному стечению обстоятельств второй день подряд вечером я попадаю именно сюда. Может быть, познательно я надеюсь, что здесь меня будет ждать автобус, который увезёт обратно в привычный мир? Вряд ли. С другой стороны, чем чёрт не шутит? Уже стемнело. Я просто стоял там и смотрел на ночное небо. Астрономия никогда меня не привлекала настолько сильно, как астронавтика. Мне было интереснее смотреть на рисунки далёких созвездий, туманностей и галактик, выполненных художниками, чем разбираться в астрономических единицах, угловых скоростях и массах небесных светил. Конечно, я бы смог найти большую медведицу. Но потеряясь я в тайге, единственным моим спасением стало бы лишь встание того, что мох растёт с северной стороны дерева. Впрочем, не уверен, что это бы мне помогло. Я уж собирался возвращаться в лагерь, как вдруг услышал какой-то шум с заворотами. Кого ещё пронесло? Возле здания кружков не увидел, что кто-то идёт по тропинке, уходящий в лес. Было так темно, что кроме размытого силуэта, разглядеть ничего не удалось. Мне стало интересно, кто же эту ночь ещё не спит? Пионерный рушающий режим? Ай-яй-яй! Я быстро, но по возможности, осторожно направился за тени с налетением. Тропинки сменяли друг друга, и вскоре я оказался в чаще, окончательно потеряв из виду незнакомца. Может, стоило повернуть назад? Деревья раступились, и передо мной открылся чудесный вид на небольшое лесное озеро. Ну, да и тут я увидел Славю, ну естественно. Она шла по берегу в припрыжку, даже не шла, а порхала, на ходу стягивая пионерский галстук и расправляя в рубашку. Все это трелище показалось даже более фантастическим, чем само моё пребывание в этом лагере. Славя виделась мне каким-то духом леса, может быть, нимфой? Она настолько сливалась с природой, что уже становилась не просто человеком, а чем-то вроде древнего божества. Ну, славяна, в принципе, да, логично. Я вспомнил все теологические теории, о которых читал когда-то. Эта ситуация больше всего напоминала пантеизм, растворение бога в природе во всём сущем. Вдруг это не какие-то инопланетяне провал во времени, а божественное провидение закинуло меня сюда. Действительно, Славя говорила, что любит природу. Получается, и в ней скрыта какая-то загадка? Славя зашла в воду. Было стыдно подглядывать, но я просто не мог отрести взгляд. Яркий лунный свет сражался от её мокрой кожи, делая Славя похожей на древнегреческую статую. Может быть, Венеру Милосскую. Это зрелище было настолько прекрасным, что у него как будто не осталось места ни до чего мирского, плотского, только возвышенное восхищение истинной красотой. Я любовался Славей и в тот миг забыл обо всем прочем. Возможно, это совсем не ад, а рай? Под ногой предательски хрустнула ветка, Славя обернулась, но в ночи не было никакого возможности взглядеть меня. По крайней мере, так казалось. Она быстро вылезла из озера, но наскоро оделась и скрылась чаще. Я тихо последовал за ней. Славя неслышно плыла между деревьев, выбирая самые удобные тропки, изящно обходя поваленные стволы, ямки и коряги. Мне составляло большего труда не оставать, к тому же я совершенно не хотел, чтобы меня обнаружили. Во-первых, подглядеть просто нехорошо, во-вторых, еще неизвестно, что именно она тут делала. Хотя, почему-то казалось, что ничего такого, дело даже не в моем попадании в этот мир. Просто ничего такого, ничего, зачем бы стоило подглядывать. Наконец мы вышли на площадь. Славя остановилась и обернулась в мою сторону. Думаешь, я тебя не заметила? Я немного растерялся, но постарался сохранить хотя бы видимое спокойствие. И давно? Не знаю. Славя подошла ближе. Может быть, минут пять? То есть, и там, на озере? На каком озере? Ну, Славя искренне уделенная, поэтому я никак не мог понять. Она просто притворяется и делает вид, что ничего не произошло, или... Ладно, проехали. Я решил посмотреть галантно, насколько это было вообще возможно в таких обстоятельствах, и промолчать. Хорошо. Неожиданно лёг, легко согласился. Какая сегодня ночь замечательная. Славя села на скамейку, поднимал глаза на небо. Наверное, тут часто бывают такие ночи. Ну, наверное. Почему так не уверен? Нет, просто задумалась. О чём? Она внимательно посмотрела на меня, словно что-то искала мне на лице, но с тем вновь вернулась к зданию звёзд. Просто иногда по ночам такое настроение бывает. Днём вся в делах, даже дырнуть порой никогда, ночью тут так тихо. Несколько не сверчки и ночные птицы, то кажется, как будто остался на низ космоса. Почему-то мне казалось, что Славя не та, как будет, кто будет рассуждать о подобных материях. Да, для меня тут даже слишком спокойно. Правда? Да, правда, что такое? Ничего. Ладно. Она резким движением встала и поправила юбку. Уже и спать пора. Спокойной ночью. Я проводила её взглядом. Возможно, наш разговор был ни о чём, но для меня он казался наполненным каким-то особенным, таинственным смыслом, который мог родиться только здесь, только в мете сославить. Получается, даже в моём положении необходимы подобные минуты тишины и покоя, почти что единения со Вселенной. просто жизненно необходимы, особенно сейчас. Не знаю, сколько я так сидел, но вскоре меня начало клониться. Дикая усталость. Ну, это уже было. Ну, да, 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 да. В принципе, он тут даже ничего не говорил. Ну, тут ничего... Ничего интересного нет. Да. Когда нас Женя просит к себе, ну, к столику подойти, это тоже не влияет на концовку славе, так что... Ну, без разницы, что тут говорить. Когда нас Виола просит помочь Лене сегодня вечером после танцев, мы вежливо отказываемся, говоря, что... Ольга Дмитриевна попросила вечером ей помочь. То, что мы как раз и сделали. И когда на площади мы слышим какие-то звуки, какую-то музыку, мы сами себе же говорим, какая разница, надо продолжить искать ответы. Важный выбор. Ну, и, естественно, чтобы мы не отлынивали от работы, нам нужно помочь славе. Это тоже важный выбор. И тут важный выбор. Нужно всё-таки сбежать. Как мы и сделали. Ну, и когда нас Ольга Дмитриевна всё-таки отправляет искать Шурика, мы должны пойти на лодочную станцию. Это тоже важный выбор. Мы пошли всё-таки тогда к себе в домик и отлынивали от работы. Хотя я на самом деле думал, что это довольно важный выбор. Может, Шурику захотелось пособирать камни у воды. В крайнем случае, я найду там его хладный труп. Впрочем, до такого дойти не должно. Я проходил до площади, как вдруг меня кто-то окликнул. Подожди! Алиса подошла и улыбнулась. Я сразу почуял подвох. Куда путь держишь? Шурика ищу. Ольга Дмитриевна попросила. И как, интересно? Она пристально подстреляла мне в глаза, из-за чего я смутился и отвёл взгляд. Да не то чтобы очень. Но человек всё-таки пропал. Но ты же не будешь впадать в панику из-за такой мелочи. Ты о чём? Прошло всего несколько часов. Может, загулял. Конечно, я был согласен с ней, но вида не подал. Да, верно. Но всякое может быть. Давай я тебе помогу. Эээ, чем это? Я насторожился. Шурика искать. Да я и сам бы... Да, брось ты. Она опять как-то недобро улыбнулась. Нет, её улыбка... Нет, улыбка её была вполне милой, но мне почему-то упорно казалось, что ничего хорошего за ней не скрывается. Ну, если ты настаиваешь. Пока что я не мог понять, что она замышляет, а веская причина для отказа не находилась. Только сначала мне надо домой забежать, взять кое-что. Хорошо, я подожду. Да что ты стоять будешь? Пойдём со мной. Ладно. Мы подошли к домику Алисы. Он бы походил на все остальные домики пионеров, если бы не висёл Роджер на двери. Кстати, моя сетка Ульянка. Окей. Очень важная. Да ладно. Мы зашли. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ еще я повелеваю вам танцевать котенок гав это молодежка только это нет это с флагом ссср окей тут ничего интересного нет вроде внутри царил полный без полнейший беспорядок и мне сразу вспомнилась моя старая квартира впрочем почему старый вообще всем по-другому себе представлял девичьей комнаты белоснежные простыни на кроватях стены под пол и потолок сверкают нигде не пылинки и случаясь что здесь живут две самые образцового пионерки кавычках некоторое время мы просто стояли молча и что хотел взять а кажется я вылазь из раздумья да на самом деле это не здесь подожди я быстро она луднулась убежала что-то какая-то растерянная рассеянная сегодня я принялся это разглядывать комнату нельзя сказать что создавалось впечатление того что здесь недавно случился погром но беспорядок был порядочный получается я еще не самый ленивый и неаккуратный человек в мире раз уж всего за одну смену в лагере можно развести такой бардак убранство моей квартиры все же создавалось годами я не думал ни о чем конкретно просто осмотрел доме калисы плаката советских артистов какие-то книжки на полках всякая бытовая мелочок и тут я понял что все не так ближайшее время должно что-то случиться что-то плохое почему алиса меня оставила здесь одного ответом вопрос втадил себе за разгадку однако что чувство подсказывали что здесь оставаться опасно я подошел двери за ручку заперта ну по кайфу нас заперли вот так номер как она успела закрыть меня так что даже не услышу не за что она затевает на пара отсюда выбираться я подошел к окну и с трудом открыл его и вылез теперь может спокойно идти по своим делам или я выбрал второй вариант принялся ждать не просто же она так она меня здесь заперла хотелось выяснить это и и к тому же мне было просто интересно посмотреть на выражение лица алисы когда она увидит что меня нет не осмотрелся за кустами рядом с домиком принялся ждать через некоторое время послышали шаги в домику подошли алиса и ольга дмитриевна ох ты и она что на меня встречать хотела как то я не знаю сейчас все сами видите она открыла дверь и вошла но буквально через спустя пару секунд выскочила обратно знаете я это на лицо алисы было такое выражение как будто она выиграла на соревнованиях по ловле ежей пришла все фастаться медали на последний момент узнал что это совсем не олимпийский вид спорта он испарился получается скептически посмотрю спасила дмитриевна как хорошо ты закрыла то после того как вылез да нет понимаете я все понимаю дачевская что то что за что то что соседка твоя постоянно одно и то же одно и то же сколько можно уже но ведь правда что правда что у тебя один рассказ лучше другого про семена в твоем домике про приставание что ты придумываешь постоянно вообще ужас алиса казалось здесь он действительно расстроена и что еще удивительно не пыталась огрызаться с одной стороны меня такая ситуация забавляла на другую зачастую все же было немного жаль хотя сама заслужила наконец вожата закончила отчитывать ее ушла алиса была вне себя злости она сжала кулаки и вся трясла себя лицо так покраснела что оказалось она сейчас лопнет а я сидел в кустах и тихо посмеялся однако мне все же было интересно что же она замышляла и наплевав на страх быть поколоченным я вышел своего укрытия и что же ты хотел показать вожатой меня алиса обернулась и недоуменную уставилась в мою сторону против секунды неудоумение сменилось негодованием ты ты а что я она немного смягчилась потому что ты слабак это почему же потому что побоялся со мной тогда поспорить когда это когда в карты играли серьезная причина да уж может быть мне мне стоит перед тобой извиниться и хитрин спросил я да иди ты она хлопнув в дверью зашла в домик я совсем не обижался на алису в конце концов от нее вполне можно было ждать чего-нибудь подобного тем более все обошлось в общем то и без последствий и даже более того удача была на моей стороне ее растерянный смущенный вид доставил мне массу удовольствия посмеиваясь я удалялся от домика алиса который чуть не стал для меня смертельной ловушкой неплохо неплохо не реально довольно таки жестко а потом уже мы идем в домик вот так надо было сначала к алисе пойти а потом в домик это гениально да ладно на этом уже проходили с леной тут без разницы с ульяной тоже это не особо не влияет а вот когда славя попросила нас выйти и сама выходит с каким-то пакетиком мы не спрашиваем а тогда мы спросили удачи крикнул ей вслед спасибо одарила на меня на последок милой улыбкой ну и в принципе вот так вот затем когда вырывается к нам двачевская нам нужно все таки дать ей уголь даже ну без просто дать ей уголь но мало ли вдруг правда что-то болит ладно я полез в ящик вытащил оттуда упаковку активированного угля спасибо она вырвала ее у меня из рук убежала затем появляется таинственным образом яблоко которое не нужно есть как я и сделал и вот теперь со всей душой мы можем пойти со славей я пойду с ним а раньше мы мы могли только типа сказать согласится ли она и в итоге мы все таки шли в лагерь одни а сейчас мы будем идти вместе со славей это хорошо даже интересно если честно ну ладно погнали вот отлично вдвоем в селе ты уверен спросила славя шепотом конечно хотелось надеться но она ничего не ответила лишь улыбнулась я долго смотрел на славе как завороженный завороженный господи и почему она всегда не помогает отлично тогда удачи вам она нам пригодится в жадости остальные девочки попрощались разошлись куда-то кто куда мне несколько удивил тот факт что они восприняли наш поход ночью через лес заброшенный лагерь как должное но ничего не поделаешь подожди минутку я за фонариком сбегаю точно фонарь пока я ждал славе в голову пришла странная идея почему она всегда такая добрая отзывчивая готова помочь почему она возгласить и со мной не пойми куда в тихом омуте стоит ли не опасаться вот я славил дну спустянул мне фонарик по рассказам электроника старое здание построили сразу после войны оно было похоже на детский сад или на барак как я предполагал и рассчитан на куда меньшее число пионер чем вещам нынешний лагерь забросили же его 20 лет назад уже всем стемнело ночной лес словно опасался нас также как мы и мы его деревья вежливо растут раступались сгрудившись по краям тропинки и осторожно наблюдая за нами это вдалеке я изредка ухала слава но тоже тише чем обычно или на слое мне было всем не страшно наверное другой ситуации даже в реальном мире я бы испугался один эти ночью в лес толком не знаю маршрут хотя уже само по себе это было странно славя словно убаюки ума инстинкт самосохранения ощущение реальности протуплялась ведь если так пойдет дальше то и я то и и то я и впасть кому каком-нибудь чудо еще приносу улыбка на лице а ты совсем милоишься смысле славя вернулась посмотрел на меня при этом как-то странно улыбнулся и столь не понимаешь это ли с долей насмешки а может мне все это приказ просто показалось ну ночь лес стали лагерь да не по себе конечно немного немного а то что боишься нет ну то есть да конечно это же единственная реакция человека в такой ситуации я не хотел показать что боюсь хотя и страха особого не ощущал я чувствую что он такой ситуации должен быть как будто мой органин перестал вырабатывать антитела для борьбы с болезнью я боялся не ночного леса того что реагирую на происходящее не так как положено а с другой стороны дурачком оставлять себя тоже не хочется понятно славя по телу за продолжу путь тропинка становилась улучшитесь теснимая по краям деревьями и кустарниками чем дальше мы заходили в лес тем хуже было видно луну в одно мгновение она совсем скрылась за тучей и все погрузил практически в кромешный мрак я сильно замылился и когда вновь открыл глаза луна вновь оказался своем месте и окрасила мир в ярко белые цвета от ночного савана савана все таки люблю я темноту наконец далеке показался просвет через минуту мы вышли на поляну на ней стояла ста здание старого лагеря ветхая размытая дождями из изъеденная ржавчиной и жуками караедами своими разбитыми окнами словно щербатым ртом она улыбалась нам и в улыбке это читался немой укор живым от мертвых всю поляну окутывал кладбищенский туман в котором то и дело виделись привидения в вурдалаки и зомби черти и другие другие да и другая дьявольская нечисть эта картина уже было вполне достаточно чтобы вызвать сердечную приступы в крайнем случае паническую атаку у любого и небо наверняка не выдержал если его славя не взяла меня за руку что бы не так страшно улыбнулась она я не смог ничего сказать лишь покрепче жал ей руку и какого черта меня сюда вообще принесло искать шурика ночью в лесу здесь ну и как я мог на такое согласиться вообще ведь ни один нормальный человек бы но ведь и мир вокруг нормальным не назовешь как не пытайся я постарался убедить себя что еще здесь ответы и хуже наверное не будет это на самом деле за последние четыре дня в этом пионерлагеря со мной не стучалось с ровным счетом ничего плохого и более того не было особых оснований полагать что случится дальнейшем может быть человек так устроен что не может быть приключений пойдем ну да наверное однако мы не сдали с места славя очевидно ждал что первый шаг сделал я но меня хватало лишь на то чтобы просто оставить и не пуститься на утек вот она осветилась луна выглянула за тучу светила здание старого лагеря теперь она меньше напоминала склепку при этом все теми все эти мертвые в моем воображении ожили на приведи не словно навели резкость четче стал вы ветра шелестер вы под ногами а где-то вдалеке слышались звуки происходить происхождение которых понятия не мог наверное то раньше здорово было я внимательно посмотрел на славе если даже она и боялась то старалась этого не показывать мне сразу стало немного легче и спокойнее наверное пойдем да я шел медленно выверяя каждый шажок стараясь не задеть старую ограду покосившуюся карусель или ржавую горку трава в некоторых местах доходило до пояса так что любое неверное движение могло привести к сломанным ногам или рукам наконец мы добились до входа и я посетил фонарем внутрь тьма смотревшая на меня оттуда было куда страшнее чем за могильный вид снаружи там хотя бы яркость и луна я набрал смелости шагнул через порог внутри стал старый лагерь походил на детский сад который я ходил в детстве примерно так и та же планировка и убранство даже мебель хоть и полузнише оказалось той же да уж я поезжался выхватывая фонарем фонарем из темноты все новые останки было детской радости жутковато волна никогда не видел свою такую ставишь давно не просто держала меня за руку обхватил ее плотно прижарся ко мне всем телом однако в ее голосе не чувствовало собой испуга может не стоило сюда ночью идти наверное вернемся нет ну как же а шурик сказала она искренне удивившись да уж шурик чего он вообще сюда полез может его вообще тут нет а где он еще может быть не знаю волки его следили например не говори так славяна хмурилась и отошла от меня на шаг я уже настолько привык к ее близости что несколько расстроился ну ладно ладно волков тут допустим не водится и откуда мне знать но раз уж пришли давай искать мы обыскали все помещения старого лагеря игровые комнаты спальни столовые кухню туалет я даже заглянув в кладовку доверху запито каким-то пустыми истлевшими коробками смотри когда мы вернулись на то место с которым начали славя подобрала что-то с пола и притянули мне это была старая кукла высушая от старости без одной руки и глаза старчавшим отсюда от старчавшими отовсюду нитками ну и не жалко что жалко куклу да а что и жалеть кто то когда то с ней играла потом вот так подбросил и забыл и она столько лет здесь одна и в дождь и в холод и никак не мог понять серьезно славе или нет ведь сейчас не самое происшествие чтобы думать о таком с другой стороны обучившись с теми славя оказалась дома действительно расстроены да наверное я взял куклу под повертелую в руках помнится в детстве я также нашел плюшового льва в луже принес домой отмыл потом относился к нему не хуже чем к остальным игрушкам хотя по виду ему давно пора было на пенсию уленки подаришь славя рассмеялась внезапно из прохода подул ветер напевая какую-то неведомую ораторию фонарь моргнул и я инститивно придумал к стене зацепился ногой за что-то и с грохотом полетел на пол живой камнем скучал славя помогла подняться да вроде зацепился за крышку люка грязь вокруг него была расчищена странно как мы не заметили это сразу так что похоже его недавно открывали ведь мы туда не полезен да стараясь предвосхитить предложение славя спасил я она лишь грустно посмотрел на меня но вот еще не хватало диггеров играть ворчал я с трудом откидывая крышку люка конечно драма смысл отчаянно кричал что не стоило этого делать но логика наоборот подсказывала что если бы этот мир хотел меня убить то давно бы сделал это хотя если бы не славя то черта с 2 я бы туда полез вниз на пару метров спускалась ржавая металлическая лестница упирающая в убирающиеся в грязный бетонный пол и осветился в люк и осветил фонарем достаточно узкий коридор уходящий куда-то во тьму и что там кажется я слышал что по старым лагерям есть бомбоубежище бомбоубежище но если учитывая его постройки то это вполне логично и что шурик там забыл не знаю конечно может быть что и не он открывал люк а то что его открывали совсем недавно было очевидно но кому еще взгляд голу туда лезь как небезумному изобретателю если откинуть теорию с потусторонними силами то больше людей в этом лесу быть не может по крайней мере тогда я думал именно так ладно я лезу первым если все порядке за мной а что может быть не в порядке испугавшись славя больше извергливости ну не знаю крыс например боишься крыс похоже раз просил и глубоко вздохнул начал спуск о по кайфу арт арт чисто такой же как с семеном обычные просто нам добавили сюда славю мы медленно пробирались вперед держась за руки в краешной темноте фонарь помогал не сильно лишь изредка освещая куски старой газеты валяющийся туда там металлолом внезапно начало казаться что стены и потолок увитые бесконечными линиями проводов давят на меня и словно становится уже я развел руками в стороны пытаясь измерить ширину прохода далеко нам еще мы все славю далеко до чего не минимум лишь у понять представление ладно и тут же передо мной словно из ниоткуда выросла массивная металлическая дверь тихо скрипнула славю я подергал за ручку и она оказалась начала поддаваться готова не знаю хотя собственно к чему надо вообще быть готовым в подобной ситуации колеса сделала несколько оборотов уже на скрипя при этом и наконец замолкла прокрутившись до конца я силу дернул дверь на себя и она не хотя открылась за ней была какая-то комната которая как раз оказалась самим бомбоубежищем когда мы вошли внезапно загорелся свет и чем не передернула хотя вполне возможно что здесь существуют какие-то источники автономного питания в то время когда строили эти катакомбы все делали на века бомбоубежище оказался именно таким какими себе его представлял есть имелось все чтобы поддержать длительное существование людей во время войны в шкафах нашли костюмы химзащиты противогазы сух пайки канистры с водой у дальней стены я заметил множество различных приборов измерителей давления и радиации радио и т.д. однако создавалось впечатление что им никто никогда не пользовался что в общем то неудивительно более того даже не заходил сюда не разу после постройки слава простительно посмотрел на меня ну тут шарика точно нет а был не знаю но если был то не мог же он просто так спец я кинул помещение взглядом еще раз и слева от себя в стене заметил дверь может быть там однако дверь не открывалась а вдруг он запер ее с той стороны но зачем не знаю однако это вполне возможности предположить что он вообще здесь по всему похоже что шурик прятался может быть бежал от кого-то от таких мыслей мне стало не по себе и захотелось самому побыстрее как раз по ту сторону двери я силы надавил но она лишь глухо скрипнула на вот может этим ставь обратила мне фомку я повертел ее в руках прикидывая как лучше подцепить дверь на попробуем напрягшись со всех сил мне все же удалось сорвать дверь петель она с потом упала на пол пока приходил себя чрезмерных усилий славясь села фонарем в образовывающийся проход образовавшийся там такой же коридор да уж тут прямо целый лабиринт идем подожди я сел на кровати снял с подушки пыльную налочку и вытер пол со лба сейчас дышусь немного славясь села рядом и принялся изучать детали узоров плитки на полу ты бы фонарь пока выключила ах да она немного попросила тут же щелкнула кнопку выключения жуть какая-то я поймал себя на мысли что последние полчаса уже не воспринимаю происходящих как реальность словно все это не со мной словно все это сон как тогда четыре дня назад первые минуты после того как оказался здесь да наверное в последнее время я начал свыкаться с этим миром с этой реальностью какой она для меня бы стала и уже не так но и где-то в душе необходимо снати выход а теперь вот опять на меня около лес старый лагерь бомбоубежище во всем этом не было ровным счетом ничего сверхъестественного но и нормального привычного мне по прошлой жизни было мало да согласился славе а тебе не кажется все это странно что именно ну что мы сидим тут вдвоем ночью ненормально ли в данной ситуации дождаться утра вызвать милицию да наверное сказал нас думчу конечно практически сам возбудился он не стоило но практически не считается но все же но ведь ты просто хотел помочь если шелик там то нужно его найти как можно скорее такими темпами скорее не мы шелика найдем а им потом нас придется искать ведь он как-то смог тут заблудиться славе погрустнел ладно ладно ничего такого не имел ввиду может его там нет и он давно вернулся в лагерь да может быть но проверить стоит конечно славе встал и протянул мне руку похоже и все-таки не было так страшно как мне хотя и я уже устал бояться и сейчас лишь хотел чтобы все это побыстрее закончилось коридор был действительно точно таким же как и тот по которому мы попали в бомбоубежище я шел медленно тщательно осматривал полы то и дело проверяя и не сужаются ли стены смотри славе крепче сжала мою руку и показала на пролом посреди туннеля достаточно широкий чтобы у него пролезть или провалиться может быть я посвятил вниз но на дне не было вида ничего кроме земли думаю стоит проверить пламена яма позволила потом выбраться туда так что бояться на первый взгляд было нечего я просто спустился и помог славе мы оказались в какой-то шахте стены потолок были укреплены деревянными балками а вдаль уходили рельсы кое-где давящая на эту хлипкую конструкцию земля прорвала прогнившие от старости доски отчего все это сооружение не казалось особо надежным как думаешь где мы не знаю шахта какая то что здесь могли добывать может быть уголь может быть мы начали немедленно продвигаться вперед из под ног то и дело предательски вылетали камни свет фонаря дрожа прыгнул от одной стены к другой то и дело вываливая из тьмы бесформенные тени которые исчезали стоило посетить в их сторону то страшнее чем на верху да пожалуй чем дальше мы продвигались тем сильнее крип 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 лава мне уверен что шурику тут просто ничего делать не тащил же его в самом деле какая-то чупакабра хотя и от грянута скучать не стоит наконец мы ушли к развилке и куда нам теперь не знаю я пытался предать своему голосу хотя бы подобие спокойствия но в действительности и правда ничего не знал совершенно ничего никуда не никуда идти нигде шурик незачем мы вообще здесь а вдруг заблудимся да то что давай сделаем пометку что мы здесь уже были я взял земли довольно большой камень тщательно выцарапал на одном из бревен держащих потолок крест вот теперь точно будет значит здесь уже проходили хорошо славил нос и куда так я в общем узнал чтобы выбраться из шахты сразу к двери шурика нужно с ну два раза направо один раз налево и два раза направо оказался так просто я помню когда я первый раз вообще здесь был но оказалось что вот такая простая манипуляция ладно зачем за очередным поворотом фонаре выходил из тьмы деревянная дверь но уже хоть что-то по правде говоря я так устал пройдет по этой шахте что и думать забыл шурике хотелось просто поскорее найти выход а что там вот сейчас выясним за дверью скрывалась небольшая комната похоже то ли на подсобку котельной то ли на одно из помещений бомбоуберища повсюду валялись пустые бутылки а стены были расписаны лучшими образчиками руссконародного фольклора что говорило о том что здесь до нас уже кто-то побывал и не у нас ленка дура ну нормально да фольклор правда судя по всему довольно давно я водил фонарем по комнате стараясь смотрите углы как вдруг обнаружил съезжавший съезживавшись съезживавшись что из съезжавшего съезжавшегося в углу шурика шурик запечатал славик он он же казалось не обидел у нас никакого внимания так вот ты где мы тебя всю ночь ищем что вообще забыл что поняла меня мутные невидящие глаза а вы кто что значит мы кто давай уже встанем встанем пойдем никуда я с вами не пойду шурик вновь остался минуту вы опять хотите меня обмануть будете водить кругами по подземелью будете я вас знаю он пережил какой-то дьявольский шепот хватит уже чувств нести я хотел подойти к нему и помочь подняться на славе остановил меня он не в себе ну и я не в себе целый ночь тут шлялся шляться любой не свет будет она укориться покачала головой и медленно стараясь не выходить него не выходить из света фонаря подошла к шурику все в порядке это я славя правда шурик посмотрел на нее и тут же тихо заплакал конечно кто же еще и семён со мной мы просто с тобой теперь все в порядке вы точно не они нет конечно мы это мы он попытался встать но видимо потерял ориентацию был уже готов упасть если бы славя не схватил его за руку вот так осторожнее когда они подошли ко мне есть я сказал ладно пора выбираться отсюда назад нельзя откуда в шахту да шире говорил спокойно при этом его голос сели заметно дрожал почему там они кто они-то голоса какие еще голоса я уже начал терять терпение конечно это место эта ситуация не было не были нормальными но если бы здесь и воде скачет то по всем канонам фильмах ужасов она уже она давно уже должна была показаться успокойся шурик расскажи нам все подробно он сделал несколько глубоких вдохов и выдох и выдох и поначал рассказ мне нужны были кое-какие детали для роботы и я слышал что в старом лагере есть бомбоубежище а в бомбоубежищах обычно много всякой аппаратуры она конечно старая но разобрать вполне можно катушки резисторы всегда найдутся вот и стара пораньше пошел думал все быстро сделаю и к завтраку вернусь все что нужно собрал он достал с кармана и показал нам какие-то лампочки и проводочки но потом за двери там наверху бомбубежище слышал какие-то звуки то ли стоны то ли плач сначала стало страшно потом я подумал а вдруг человек попасть и пошел а тут вот шахта лабиринт этот чертов я совсем заблудился и голоса голоса по все что-то говорят мне то кричат то шепчут а я никак не могу разобрать он уже был готов разорваться на славе нежно погладил его по голове и шури продолжил в общем нашел эту комнату тут хотя бы не слышно их и решил сидеть и ждать пока тебя спасут как в фильмах уровня б саппетически спросил я твой бросил на меня гейный взгляд но в любом случае пора выбираться сюда если никто не против конечно пойдемте я знаю короткий путь короткий да я же тут все исходил ну ладно шурик не соврал действительно путав по шахте всего пару минут мы оказались возле решетки за который ведется небо и причем же ты не вырос все тогда сам а ты попробуй я потянулся сильно дернул решетку несколько раз и правда так просто не сломать но что-то тяжелое я смотрел вниз на славе и шурика может фонарем фонарем я покрутил его в руках да это была не китайская подделка 90 годов коих коих у меня все время множество заболевал сандачи а настоящий советский добро добротно сделаны металлический фонарь конечно не молоток но при должном усердии я размахнулся и начал долбить по решетке в тех местах где она скрепил крепилась к стене вскоре мне повезло услышать треск и на землю полетели болты удерживающие мы что-то просто руками изломали ну ладно через минуту я уже валялся на траве возле памятника и с наслаждения отдыхал свежий ночной воздух хотя после шата мне бы любой воздух показал свежим ну ладно я пойду спасибо вам шурик был несколько растерянным я из некоторое время оценивать и смотрел на него но в итоге ничего не сказал лишь слабо махнув рукой на обращение в конце концов не было ни сил ни желания с ним разговаривать да что сказать ругать его сейчас бесполезно пытаться что-то узнать наверное тоже ну и ночка славя сидела рядом мечтательно смотрел на луну да уж если бы мне кто-то кто еще неделю назад сказал что я попаду пионерлагерь да еще придется влазить бомбоубежищем зато весело в каком-то смысле действительно что-то забавное в этом все было но было и странно за последние несколько часов со мной могло произвести все что угодно но в итоге не случилось ничего возможно через пару лет я буду вспоминать это лишь как смешной случай с детства не заживу как думаешь он правда там что-то слышал не знаю возможно конечно возможно конечно но скорее всего им просто показалось такой ситуации любому может умерещаться это было не только самое логичное объяснение но и самое правильное ведь с ним с нами ты не слышишь ничего а я вот думаю это психиатру показаться наверное славя рассмеялась ну ладно пора спать я чувствовал что надо что-то сказать слайм не был уверен хочу ли но необходимо ощущал спасибо тебе за что она недавно обстрелами без тебя бы нет я я бы не справился ты ничего славя покрасила я был у нее в долгу опять интересно как хотя бы частично платить за все что она на меня сделала я смотрел на ночное небо и медленно погружался в сон все приключения сегодняшнего дня настолько мне вот умели что сил больше не оставалось знаешь предыдущих обстоятельствах я бы обязательно признался тебе в любви сказал я теле контакт с реальностью мысли обычно работы куда быстрее чем здрав смысл но славя рядом со мной уже не было может она к лучшему хотя бы не слышал хотя странно почему она ушла не попрощавшись ну ладно утро вечера мудренее я так устал что ли добрался до домика вожатый однако в окне горел свет это значит что она меня ждет а вот это в свою очередь значит что мне опять предстоит выслушивать нравоучения и сейчас уж точно ничем не обоснованы выяснять правки или нет не было никакого желания что он стоящий рядом при этом манил словно предлагаю поспать в нем с собой по жахту шурика вожатую а вот и вы отрешено бросил я продолжаю смотреть на заветку шезлонг семён да да мы нашли шурика подробности вам расскажет завтра славе и сейчас мне очень бы хотелось поспать а на секунду не боюсь смотрел на меня потом сказала ладно уж не знаю что сыграла свою роль упоминание славе на через полминуты я уже лежал на кровати в голове еще некоторое время эти смысле о сегодняшних событиях но вскоре она начала болеть и сознание словно включив безопасный режим ушло на перезагрузку да ну и ночка конечно что ж а на этом я думаю можно и закончить так как принципе у нас уже довольно неплохо время шло мы теперь узнали хотя бы более менее что все таки нужно было сделать оказывается оказывается что нужно было сделать чтобы мы со славе пошли в старый лагерь но и в общем то в следующей серии мне кажется мы сразу же мы сразу же пройдем две концовки это и плохую и хорошую начнем какую-нибудь новую так что всем спасибо за просмотр если вам понравилось то подписывайтесь на мой канал ставьте лайки оставляйте комментарии ну а с вами был я марк всем спасибо всем пока спасибо за просмотр Shake Продолжение следует...